Налоги являются источником доходной части бюджета всех уровней любого государства. Белорусы также принимают участие в формировании бюджета путем уплаты пошлин, налогов и иных платежей. По статистике их платит каждый третий житель страны. Имущественные налоги, в частности налог на недвижимость и земельный налог, уплачиваются физическими лицами не позднее 15 ноября 2017 года, за 2017 год, на основании извещения налогового органа, направляемого физическому лицу. Извещение может быть направлено лично, либо направлено по почте, либо электронным способом через личный кабинет платежика или на адрес его электронной почты. При этом электронный способ передачи уведомлений у нас используется только в случае, если физическое лицо дало согласие на такой способ извещения. Проинформировав об этом любую налоговую инспекцию, независимо от места жительства, от места постановки на учет или нахождения объектов налогообложения. Из многих видов налогов, которые человек платит в казну государства, налог на недвижимость и земельный – один из основных. Ежегодный он предполагает небольшие суммы, но платить их нужно, а главное – расчет производить в срок. Говоря об оплате, напомним горожанам, что налоговым законодательством установлена точная дата уплаты – 15 ноября, если возможность погасить налог частями досрочно. Да, конечно, вы можете уплачивать частями, соответственно, желательно заблаговременно уплачивать для того, чтобы как-то распределить свой бюджет и во избежание каких-то негативных последствий по несвоевременной уплате налогов. Ну а если я не своевременно заплачу этот налог, что мне будет? Пеня будет начисляться. Какая большая? Ну, пеня у нас начисляется стандартно 1,360 ставки рефинансирования. Налог на недвижимость уплачивают те хозяева, у кого в собственности здания и сооружения, включая жилые дома, садовые домики, дачи, в том числе и с незавершенным строительством. А вот те, кто владеет двумя и более квартирами, налог на недвижимость платит лишь по одной из них, предварительно написав заявление в контролирующий орган на освобождение от уплаты за второй объект. Быть может, в сравнении с 2016 годом что-либо изменилось? Между 2016 и 2017 годом никакой разницы нет. Как были льготы, которые в 2016 году, так и остались для физических лиц. Например, по налогу на недвижимость, если в собственности имеется у физического лица одно жилое помещение, то оно освобождается от уплаты налога на недвижимость, за исключением, если не используется в предпринимательской деятельности. В случае же, если у физического лица два и более жилых помещений, тогда по выбору плательщика освобождается от налога на недвижимость только одно из них на основании заявления, которое он представляет в налоговый орган. Если заявление такого не представляется, то освобождается от налога на недвижимость то жилое помещение, которое приобретено в собственность ранее других жилых помещений. Напомним еще об одном нюансе. При уплате двух налогов у платильщика на руках должно быть две квитанции. Одна подтверждающая расчет по земельному налогу, вторая по налогу на недвижимость. За неисполнение налогового обязательства человеку начисляется пение за каждый день просрочки. Помимо этого законодательством предусмотрена и административная ответственность.